Здравствуйте, в эфире в центре внимания, в студии Евгения Монакова. Сегодня будем говорить о партнерских отношениях. Партнерские отношения в бизнесе, я думаю, мало кто предпочитает урегулировать на берегу, договариваться изначально. Обычно все проблемы возникают после того, как партнеры расходятся на такую серьезную бизнес-тему. Мы сегодня поговорим с руководителем правового центра, кандидатом юридических наук Арпеник Галаян. Здравствуйте, Арпеник. Здравствуйте. Арпеник, вот как часто к вам приходят бизнесмены для того, чтобы уже когда они приняли решение разойтись, разделить бизнес, вот как-то это сделать более-менее безболезненно? Вы знаете, зачастую приходят тогда, когда уже поздно. Мало кто заботится о том, что может наступить впоследствии, как вы правильно сказали, на берегу, здесь и сейчас. Когда только-только выстраиваются партнерские взаимоотношения, об этом никто не думает. Только думают о целях, о мотивации, о прибыли, которую они получат. Но они в этот момент не думают о тех неблагоприятных последствиях, которые могут наступить через пять лет, семь лет, и о которых мы сейчас сегодня с вами поговорим. А такое, к сожалению, бывает. Это жизнь, поэтому избежать и говорить о том, что со мной такое никогда не случится, просто нельзя. К сожалению, нельзя, потому что разные обстоятельства. Смерть одного из партнеров, бракоразводные процессы, деление просто прибыли, когда не устраивает одного из партнеров ту прибыль, которую он получает и так далее. То есть вопросы разные, они не в одной области находятся, а абсолютно разбросанные в правовом поле. Вот я сейчас тоже думаю, вы обозначили столько всяких всевозможных ответвлений, а вообще можно это урегулировать как-то на берегу и предусмотреть абсолютно все? Вы знаете, по крайней мере, можно максимально постараться это урегулировать заранее. Когда возникает необходимость, как часто это либо стартапы, либо средний бизнес, крупный бизнес, он уже с другими целями берет партнеров. Но обычно стартапы, вот у меня не хватает 500 тысяч рублей. Наташа, давай я тебе позову свой бизнес, будем вместе делать правильное, хорошее дело. Все. На этом уже заканчиваются все вопросы. Только вопрос 50 на 50 в процентном соотношении, да, думают, какую процентовку кому дать. И все. Но мало кто заботится о будущем. Когда приходят на партнерскую сессию, у нас, к сожалению, в регионе это не так развито. Но хотелось бы, чтобы будущие, нынешние действующие предприниматели, они заботились о себе, в том числе о своем бизнесе. Так как, если вы заранее не предусмотрите, может сложиться ситуация, там, к сожалению, может наступить смерть одного из учредителей. И тогда весь тот бизнес, который был выработан годами, он может просто развалиться. Не потому что кто-то не хочет, а просто потому что неправильные шаги наследники могут предпринять, да, ссора наследников, что тоже зачастую бывает. И всю ту империю, которую создавали вы годами, десятилетиями вместе с партнером, просто сразу может обрушиться. Вот это, к сожалению, бывает такое. Вот смотрите, мы с вами уже до эфира это обсуждали, что вот эти партнерские отношения, они зачастую похожи чем-то на супружеские. И мы не привыкли тут-то брачные договоры подписывать. Нет у нас такой практики. Поэтому, соответственно, и перенос происходит, да. А ты что, мне не доверяешь? И вот это вот действительно встречается. Как это преодолеть? Каким образом, наверное, вы объясняете партнерам, что необходимо? Вы знаете, да, у нас менталитет у русского народа таков, что больше на доверии. Но уже все западные страны перешагнули этот период, когда встает вопрос, а доверяешь ли ты мне или нет? Здесь вопрос не в этом. Вопросы, давайте возьмем, какие вопросы встречаются у данных будущих собственников. Вопрос о времени. Сколько ты готов в день работать? Сколько ты готов своего личного времени вкладывать в бизнес? Так как этот бизнес может быть и первым, и вторым, и третьим. Не исключено. Дальше. Какие цели и задачи преследуют каждый из будущих собственников, да, из партнеров? Далее. Что, кто готов вложить? Это тоже очень важно. Иногда бывает, что вкладываем меньше, но благодаря тому, что мы работаем больше, вкладываем уже трудовой ресурс, да, больше, и, соответственно, на берегу обговариваем, что, Петя, вот смотри, я вкладываю 30% от необходимых средств, но я буду делать вот это, вот это, вот это. Обговаривается заранее круг обязательств. Тогда давай 50 на 50 бизнес будет. Окей, хорошо, он может согласиться. То есть это можно прописать все заранее в договоре, да? Заранее. Абсолютно заранее можно все предусмотреть. Далее. По наследникам. Никто практически об этом не думает. Только самый крупный бизнес, да, думает. Можно в уставе предусмотреть пункт о том, что доля не передается по наследству. То есть доля Пети не передается по наследству. Она может быть выкуплена. Соразмерная той доля, которая есть у учредителя. Это исключает как раз-таки тот момент, о котором я вам говорила, что бизнес может рухнуть, даже самое благое дело может в одночасье сложиться, как артенчный домик. Вот это мы как раз-таки можем предусмотреть. Либо предусмотреть кому из наследников. Это тоже очень важно. Мне, например, очень интересно, да, что будет с моим бизнесом, если меня не станет. Вот есть же, у меня четверо детей. Может быть, наступит тот период, когда, к примеру, я не хотела бы, чтобы мой ребенок, который больше интересуется творчеством, занимался юридическим бизнесом, да, потому что это другая сфера абсолютно. И я бы заранее прописала, либо бы написала завещание на конкретного наследника, либо как раз-таки внесли бы изменения в устав, в учредительные документы организации, где тоже пропишем вот тот пункт, о котором я вам говорила. То есть либо наследник, либо выкуп доли от бизнеса. Либо, когда я у Пети спрашиваю, Петя, слушай, ну если ты разведешься, что будет с твоей долей? Это твоя доля делится пополам, да, на основании семейного кодекса. Все имущество делится. Что будет? Вот я не хочу, чтобы твоя супруга вмешивалась в наш общий бизнес. Здесь тоже это можно предусмотреть заранее. А каким? Брачным договором. Петя и его супруга, супруги. То есть там можно предусмотреть, что бизнес как раз... Как раз-таки, когда еще нет большой прибыли, да, когда нет больших объемов работы, когда еще все на нулевом уровне, именно в партнерстве, да, потому что там у Васи уже может быть процветающий бизнес, но ему нужен стратегический бизнес-партнер, который будет увеличивать его бизнес. Тогда он приглашает. Но вот когда он приглашает, в этот момент нужно сразу поставить все точки на «ды», тогда и супруга будет не против, ведь она не знает, о каких суммах идет речь и так далее. То есть заранее договариваемся, там, Маша, Петя говорит супруге, Маша, слушай, вот условие у моего второго партнера, что после развода вся доля остается у меня в личном владении и в собственности. Тогда отметаются все вопросы после развода. Вот смотрите, давайте сейчас рассмотрим еще напоследок такой плохой сценарий развития событий. Да, допустим, нет договора, ничего не прописано. Вот в этом случае, если вдруг какое-то из обстоятельств вмешивается, что, есть ли вообще шанс какой-то разрешить этот конфликт? К счастью, есть. Зачастую я в последнее время предлагаю процедуру медиации. Это досудебное регулирование споров. Что касается бизнеса, он тоже может быть. Это тоже инструмент, который работает во благо двух сторон. Ведь что такое судебный процесс? Судья выносит решение единолично, на основании тех фактов, документов, доводов, доказательств, которые у него есть. То есть как он считает? И она решает, что так правильно. Естественно, со всеми принципами судейства. Но благодаря медиации стороны решают, как правильно. Стороны приходят к обоюдному решению. Где-то чуть-чуть уступив, где-то дать больше. Но обеих сторон это устраивает. Это самое главное. Есть возможность. Но здесь нужно, чтобы каждый из учредителей своё эго взял, в комочек свернул и на время поставил в стороночку. Это очень важно. Так как эго человека мешает ему трезво рассуждать и мыслить. Здесь и сейчас. Но бывают случаи очень плачевные. Очень много ярких примеров, когда бизнес просто рушится в прямом смысле этого слова. То есть в пух и прах разлетаются все мысли, все идеи, ценности, когда вмешиваются уже извне и наследники, и, не дай бог, если смерть наступила, да, все. То есть здесь не договориться? Конечно, там очень сложно договориться. И, конечно, как правило, все наследники пытаются ущипнуть большую часть. Но тут только суд. Конечно, здесь только суд. И, конечно же, не в интересах партнёра второго, естественно. Так как он пострадает в первую очередь. Наследникам нечего терять. Они только приобретут. Вопрос только в том, что больше или меньше. Орпенник, ну что ж, спасибо огромное за то, что такую сложную тему мы сегодня попытались развернуть. Надеюсь, мы каких-то предпринимателей натолкнули на ценные мысли. Приходите к нам ещё. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня с гостями была Орпенник Галаян, руководитель правового центра, кандидат юридических наук. Вы смотрели в центре внимания. До встречи в эфире. Орпенник Галаян